В процессе этногенеза азербайджанцев участвовали древние автохтонные населения антрополаты и кавказской Албании. В основном это были иранские народы, кавказские албаны и другие кавказоязычные народы, которые смешались с торгнувшимся суда ираноязычными и тюркоязычными племенами. В основном это были кемерийцы, скифы, гунны, булгары, хазары, агузы и печенники. Азербайджанцы. Тюркоязычный народ, составляющий основное население Азербайджана и значительную часть населения северо-западного Ирана. Помимо Ирана и Азербайджана традиционно проживают на территории современных России, Грузии, Ирака и Турции. Относится к аспийскому типу европейные расы, говорят на азербайджанском языке. Верующие азербайджанцы преимущественно исповедуют ислам шиитского толка. Формирование азербайджанского этноса на территории Восточного Закавказья и Северо-Западного Ирана представляло собой многовековой процесс, завершившийся в основном к конце 15 века. Азербайджанские историки утверждают, что до 20 века коренное население Азербайджана делился по языковому и религиозному признакам наследующей группы. Азербайджанские тюрки, связанные с потомками огузных племен, мигрировавших из Приоралия. Талыши, связанные с населением исторической меди и антрополаты. Таты, связанные с персидским переселенцами сасанитской эпохи. Курды, связанные с переселенцами периода шашанидов. Армяне, связанные с населением исторической Армении. Аварцы, связанные с переселенцами из Дагестана. И народы Кавказской Албании, Лизгини, Удиры, Ахварцы, Цахуры и Рутулцы. Также азербайджанские историки отмечают, что в Азербайджане жили три основных язычных народов – тюркоязычные, ираноязычные и кавказоязычные. Ираноязычные и частично тюркоязычные в основном населяли территорию Южного Азербайджана. Остальная и основная часть тюркоязычных и кавказоязычных заселяли Северный Азербайджан. Численность тюрков, начиная с раннего средневековья, стала постепенно увеличиваться и превалировать над другими этническими группами. Происходил поток переселений тюркских племен. И начиная с 11 века после того, как территории Северного Азербайджана вошли в состав Селджукской империи, тюрко-мусульманский элемент стал господствующим. И во все последующий период данный элемент лишь усиливался. Что касается ираноязычной группы, то сегодня она сосредоточена в южных регионах нынешнего Азербайджана. В апреле 2017 года в Азербайджане завершилось предварительное исследование генетического разнообразия населения страны на основе ДНК. Предварительное исследование ДНК показало, что в стране проживают даже далекие потомки викингов и выходцев из Северной Индии. Ученые и исследователи выявили, что значительная часть населения сегодняшнего Азербайджана представлена потомками переселенцев с Ближнего Востока, появившихся в Закавказье еще в эпоху Мезолита. Это носители таких гаплогрупп, как J1, G2, E1 и R1B. Эти четыре гаплогруппы в нынешнем азербайджанском этносе составляют свише 50%. То есть, можно предположить, что большинство сегодняшних азербайджанцев являются коренными жителями, то есть, они являются прямыми потомками иреноязычных народов и кавказских албанов. Вторую волну мигрантов с Ближнего Востока можно связать с переселением евреев и арабской экспансии. Это гаплогруппа J2, который в нынешнем азербайджанском этносе составляет всего лишь 26%. Потомков тюрко-монгольских завоевателей можно уверенно связать с такими центрально-азиатскими гаплогруппами, как R1A, NO3, Q1 и C3. Также следует отдельно выделить потомков викингов гаплогруппа I и выходцев из Северной Индии гаплогруппа H. Эти две гаплогруппы в нынешнем азербайджанском этносе составляют свише 7%. Ученые особо отмечают, что эти данные являются предварительными. Поле многочисленная выборка не менее 2000 человек со всех регионов позволит более полно установить гаплогруппный состав населения и точнее восстановить процесс этногенеза. Можно сделать основной вывод. Большинство нынешних азербайджанцев не являются генетическими потомками мигрировавших на территорию нынешнего Азербайджана в разные периоды тюркоязычных племен, а являются в основном прямыми потомками иреноязычных народов и кавказских албанов. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и ставьте лайки.